Всем приветики! Давненько что-то не было игр для средних ПК, так что просьба к вам максимально поддержать видео лайком, если нравится такой формат и подобные видео будут выходить чаще. Ну и конечно предлагайте свои любимые игры для следующих топов в комментариях. Приятного просмотра! Ну а начну я с абсолютно бесплатной онлайн игры в открытом мире реальных городов России, NextRP, где каждый сможет стать кем угодно, от полицейского, медика, работника мэрии и обычного курьера, или же пойти по пути криминала, создав свою банду в виде клана, захватывая районы города, забивая стрелки другим бандам за их территории, или участвуя в войнах кланов за производство и конечно же деньги, где без оружия не обойтись, которое теперь можно максимально кастомизировать и это не только скинчики, но и прицелы, магазины, приклады и прочее, что не только визуально меняет пушки, но и влияет на их поведение. Точно так же, как и тюнинг, влияет не только на внешку, но и на поведение машин, коих в игре более 140 моделей, от отечественного автопрома и до суперкаров. На что деньги можно заработать не только работая, но и участвуя в новых PvP режимах, как то стенка на стенку, захват флага или даже новая королевская битва, где разработчики нередко проводят турниры с призовым фондом. А дабы начать ещё быстрее, вводите мой промокод Феном и получите внутриигровые награды. А если ты уже играл на Nexter Pet, то вводи промокод Return2 и получи три бесплатных кейса при возвращении. Всех вернувшихся ждут подарки каждый день, так что заходи и зацени новые обновления по ссылке в описании. Я сам нередко играю, так что до встречи в игре. 20 место Bullet Per Minute Начать хочу с довольно необычной игры, где всё заточено на ритме, от движения и до стрельбы по врагам, что складывается в отличную музыку, если попадать в ритм, а если же нет, то как минимум это будет не очень приятно для слуха, а как максимум рестарт. Но если у вас нет проблем со слухом, настоятельно рекомендую, ибо войти в раж довольно просто, учитывая, что и враги нападают только в такт. Оружие перезаряжается точно под бит, стрелять лучше также в общем темпе, к чему если привыкнуть валить врагов, да ещё и под музыку, это чистый кайф. 19 место Mad Max Ну и по традиции топов для слабых ПК, половина игр в подборке это новинки или малоизвестная классика, чтобы познакомиться с чем-то новым, а половина уже культовая классика, которую приятно вспомнить и перепройти. Так вот это весьма старая, но вроде в пантеон культовых игр она не попала. Хотя это неплохой экшен в открытом мире на собственной Колымаге по мотивам Безумного Макса, выпущенного аккурат к премьере одноимённого фильма, где помимо безумных гонок присутствует интересный сюжет и вариативная боёвка, смахивающая на Бэтмена. 18 место Close the Sun Несмотря на то, что разработчики всячески пытаются откреститься от схожести с первым Биошоком, что стилистика, что идея с утопией, превращённой в антиутопию, указывает на обратное. Хотя жанрово это всё же не шутер, так как хрупкая журналистка физически не может ничего противопоставить врагам, поэтому и приходится убегать в экшеновых сценах. Что напоминает скорее DLC Кинфинит, где мы играли за Элизабет, но в основном геймплей сконцентрирован на исследовании локаций с решением вариативных головоломок с элементами хоррора. 17 место Titanfall 2 Недавно вспомнил о первой части, которую оказывается закрыли, так что я даже немного взгрустнул, что решил зайти в продолжение. Которое, не сказать, что намного лучше себя чувствует, учитывая небольшой онлайн и всего парочку разработчиков, занимающихся её обновлением, что естественно сказывается на количестве читеров. Однако, если зайти на фанатские сервера, там дела обстоят куда лучше, что позволит приятно поностальгировать за отличным командным шутером от первого лица в футуристическом стиле, с мехами и проработанными механиками от мастодонта в этого жанра Respawn Entertainment. 16 место The Forgotten City Как же быстро бежит время, ведь в эту игру я задротил момент её релиза. Но с того момента прошло уже почти два года, за которые, конечно, она стала только лучше. Ведь, как говорится, новое – это хорошо забытые старые. Так что игра базируется на моде, в прошлом собравшем более трёх миллионов загрузок, где геймплей представлен в виде детективного квеста в небольшом городке, последний день жизни которого закольцован как в дне сурка. Ну а итоги с четырёх концовок зависят от ваших действий. 15 место Demory Burn Недавно вспомнил об этой игре на смартфонах. Кстати, если вы ещё не видели, в прошлом видео я собрал целых 50 лучших оффлайновых игр на Android и iOS, так что ссылка будет в описании. Ну а сама игра является некой смесью трёхмерной головоломки, квеста с поиском нот и исследованием замка, дабы играть новые мелодии в формате ритм игры дереву, чтобы то выросло и вернуло девочку назад в её мир. Что и выглядит, и играется за счёт нескольких жанров очень увлекательно и ненапряжно, позволяя провести пару медитативных вечеров. 14 место Pumpkin Jack В то время как многие сейчас скачивают себе эмуляторы или даже покупают старые консоли для того, чтобы было лучше окунуться в ностальгичные игры, выходит новинка для таких олдфагов. Например, этот трёхмерный платформер с развитой боевой системой, правда где мы не добрый рыцарь, по канону сражающийся за всё добро и против всего зла, а как раз наоборот, хотя естественно не всё так просто, но об этом лучше узнать самому, сражаясь с врагами и решая задачки, за счёт чего приключения и увлекает. 13 место Beyond the Steel Sky В прошлом топе для слабых ПК я вспоминал о прародителе этой игры, вышедшем аж в 1994 году, и спустя 27 лет мир увидел продолжение. Это квест в далёком, послевоенном будущем, где жизнь явно не сахар, мы же как детектив отправляемся на поиски похищенного ребёнка в последний оплод цивилизации, город управляемый ИИ, который отлично напоминает к чему могут привести все эти популярные нынче нейросети. Тем не менее в самой игре прекрасно всё, от сюжета с тоннами отсылок по борьбе человека с искусственным интеллектом и до визуала, музыки, левел дизайна и подобного. 12 место Black Set Under the Skin Кстати, коль затронули детективный жанр, то это ещё одна игра, правда отличающаяся от предыдущей чуть более чем кардинально, начиная от визуала и заканчивая геймплеем с историей. Хотя и общие черты жанра никуда не делись, ведь нам предстоит расследовать пропажу боксёра за пару недель до поединка и гибель владельца боксёрского клуба, собирая улики из разговоров персонажей, которые здесь выполнены в виде антропоморфных животных, после чего в стиле Шерлока предстоит разобрать все улики в чертогах разума. 11 место Days Gone Просто офигенная игра от Sony, которую портировали на ПК. И как же всё-таки обидно, что скорее всего мы не увидим продолжение, ведь сама компания посчитала её не перспективной. А жаль. Хотя в своей основе это самый необычный зомби-выживач, который я только видел, ибо базируется он не на простом выживании с постройкой дома, добычей ресурсов и подобным, а где нужно в роли байкера, разъезжающего по округе, искать информацию о близком человеке, параллельно выполняя интересные квесты, наблюдая, как меняются люди в критических ситуациях. Ну и половина топа позади, так что буду крайне признателен, если поддержите видео лайком. 10 место The Console Одна из лучших игр этого топа, по крайней мере для меня, так как я больше ценю сюжетные игры, которая рисует нам альтернативный 1793 год, где на собрании влиятельных людей мира сего приглашают юного дворянина в лице нас, для поиска матери, которая ранее также сюда прибыла, но пропала. И параллельно с её поисками нам предстоит узнать тайну этого места, скелеты в шкафу каждого присутствующего и многое другое, для чего предстоит прокачивать своего героя и участвовать в словесных дуэлях, исход которых, как и наши действия, напрямую отразятся на сюжете. В общем, фанатам подобных игр крайне рекомендую. 9 место Scarlet Nexus Это анимешный слэшер в альтернативном мире, над которым нависла угроза частиц из дождя монстров, поедающих мозги. Мы же новобранец отряда по их уничтожению, где у каждого свои уникальные навыки, правда, которые можно заимствовать на некоторое время, за счёт чего боёвка обладает как красочностью, так и вариативностью с большими возможностями для подбора уникальной тактики каждому врагу. Так что геймплей за одного персонажа не приедается. Кстати, если хотите больше анимешных игр, напишите об этом в комментариях. 8 место Unravel 2 После первой части этого пазл-платформера, который встречался в топе для слабых ПК, я просто не мог не сыграть во вторую часть. При том, что это не прямое продолжение, так как и ввязаные ярни визуально отличаются от первого, да и 2 название скорее указывает не на вторую часть, а на кооперативно двоих игроков, правда, только локальный. Что делает прохождение и интереснее, и проще, так как иногда можно помогать друг другу, решая головоломки и вовремя реагируя на механики платформинга. 7 место Hammer Vermintade 2 Не сказать, что я прям поклонник этой игровой вселенной, однако мимо данной игры пройти не смог, хотя и известна она более как фэнтезийная стратегия в реальном времени. Но Vermintade более походит на мясной шутер в стиле Left 4 Dead, где также компания из нескольких игроков сражается против NPC. Правда, в отличии от того же Left 4 Dead еще здесь куда больше холодного оружия, ведь и сеттинг подобен средневековью. Хотя, конечно, и огнестрел есть, и луки с арбалетами, и даже магия. В общем, в компании, особенно веселой, с друзьями, скучно точно быть не должно. 6 место Death Door Несмотря на то, что эту игру чаще сравнивают с Dark Souls на минималках, лично мне игра напомнила Hyper Light Drifter, только в другой стилистике. Ведь по канону чистокровных метроидваний, генерации уровней здесь нет, а локации предстоит открывать поочередно убивая боссов, прокачиваясь и прочее из этого жанра. Для чего у нас есть как оружие ближнего, так и дальнего боя, что поможет при сборе душ в роли жнеца, которые пережили отведенный им срок. 5 место Cloudpunk Киберпанк уже довольно продолжительное время как вышел и даже получил неплохие обновления с оптимизацией, что даже самые слабые из средних ПК могут запускать её на средних или хотя бы низких настройках. Так что, если вы уже сыграли и вам понравилось, можно пощупать ещё и эту игру с похожим сеттингом, правда в другом жанре – симуляторе курьера. Как например Death Stranding от Кодзимы, только в неоновом будущем, где мы всего лишь доставляем посылки, периодически нарываясь на неприятности, что тем не менее позволяет неплохо провести время. Кстати и Киберпанк и Death Stranding запускаются на ПК при ручных настройках. 4 место Aliens Fireteam Elite Несмотря на то, что удачных игровых адаптаций, тем более у шутеров по мотивам культового чужого, можно по пальцам пересчитать, это ещё один, правда не обычный, а кооперативный с лутерными механиками. То есть мы с Тимой, желательно друзей, для лучшего геймплея выгружаемся на локации и по мере её зачистки будем подбирать разные улучшения, так как чем дальше, тем сложнее. Да и вообще игра подстраивается под ваш ритм и если будет слишком легко, поддаст врагов, коих здесь огромное множество и каждый из них уникален. 3 место Фазмофобия Довольно старая, ещё одна кооперативная игра, но уже в жанре хоррора, которая благодаря стримерам и разным блогерам успела стать культовой. И хотя она куда больше эмоций дарит с VR-шлемом, когда можно испуг испытать в максимальном погружении, но в компании можно поиграть и как в обычную игру. Главное, что нам предстоит бродить по дому с разными призраками, от которых нужно защищаться, прятаться и использовать разные инструменты. Но главное это конечно пугать своих друзей в голосовом чате, ведь в одиночку здесь делать особо-то и нечего. 2 место Project Cars 2 Ну и для соблюдения жанрового разнообразия игр в топе, наконец-то гонка, хотя она и была в отдельном топе гонок на канале, ссылка на который кстати есть в описании, можете взглянуть если вы хотите погонять не только в симуляторе. Так как здесь играть без руля практически невозможно, за счёт реалистичного управления, зависящего от машины, физики поведения на разных покрытиях и прочему с приятной графикой, что даже в теории может сделать из вас неплохого гонщика в реальной жизни. Ну и первое место, Deliver Us The Moon. Несмотря на то, что игра даже поддерживает трассировку лучей, без неё требования к ПК очень даже радуют. Так вот, играть нам предстоит за безымянного космонавта, посланного на Луну, где в будущем люди обосновались для добычи ресурсов. Вот только с недавнего времени связь с лунной базой пропала и нам предстоит узнать, что произошло, находя улики и попытаться спасти человечество. Всё это с приятным визуальным сопровождением, сюжетом, который основан на реальных мировых проблемах с конечностью ресурсов, глобальным потеплением, да и всем прочим. Да и вообще сюжет найдёт чем зацепить и определённо вызовет эмоции. Ну а на этом сегодня всё. Если нравятся такие топы, обязательно поддержите его лайком и до встречи в новых или старых видео.